рома вдохнул полной грудью и сжал кулаки он чем не втащит сейчас эту секунду меня вдруг стало как-то неловко за то что в то что ему секрет знаешь рассказывай теперь свой алия всем привет с вами бояра продолжаем зайчика другую историю короче напоминаю кто не помнит мы пошли в школу мы с антоном мы антон идем в школу нам встретились бяша и роман соответственно и предлагает нам короче не идти в школу сходить куда-то с ними но в комментариях очень много написали что нужно все-таки отказаться и там будет больше лора больше интереса больше контента я в любом случае оставлю это сохранение мало ли что он всегда сможем переиграть а ты не забывай подписываться на канал ставь лайк комментирую нажимай на колокольчик короче поехали поехали кстати да все давайте отказаться но ты чё на натоха думай быстрее на это мы копыта на морозе откинем пока ты в облаках летаешь я конечно не трус но прогуливать школу не намерен не хочется лишний раз расстраивать маму да и вряд ли это приключение безобидно и извините ребята но я вынужден отказаться не хочется прогуливать школу вы уж простите не чай ты значит так дела не делаются тошик у меня у меня хвостов много закрывать нужно я пытался найти хоть какое-то оправдание но по лицам рома и бяши понял что они явно недовольны моим ответом глядя на них я все больше и больше начинал ощущать себя в том же самом положении которым оказался пару дней назад рома вдохнул полной грудью и сжал кулаки он чем не втащит сейчас бяшка прав так дела пацаны не делают это кстати новая рисовочка новая не не делают ребята подошли ближе предательская дрожь разлилась по моему телу будто меня окатили ледяной водой главное не смотреть в глаза главное не смотреть в глаза усек на зря ты так решил мы же все это родит было общего блага антоха мы же это бригада ептить как команда вальтрона прям как команда на или ты антошка не согласен с нами хорошо подумай на беша оскалил беззубую улыбку прищурив и без того узкие глаза рома же ехидно ухмыльнулся сверляв взглядом переносится очков ветер свистел нагнетая обстановку будто сам хотел услышать мои крики согласен но просто но раз согласен то на хрена время тянуть быстро собрался бы да и пошел на извините но мне правда в школу над ей так опоздал слыхал ромыч слыхал слыхал отпустим тоже как как думаешь отпустим но за свой базар гнилой ему придется выучить урок подсознание вопила кричала рыдала умоляла меня убегать от них но ведь не смогу догонят побьют но все петр антонов подставляй срачельник я закрыл глаза и прикрыл лицо руками в надежде смягчить удар страх усиливался заставляя сердце биться быстрее легко ожидая удара я понял что в словах беши что-то не так петр антонов фабля опять все испортил догадався что это наверно глупый розыгрыш я с опаской подошел поближе чё не так то я тип какой-нибудь что перед тобой срачельники подставлять не я просто имел ввиду лучше замолчи наблюдая за выходками ребят я понял что это точно было шоу какой шоу отчет округаться то фу-фу-фу вот эти слова называть и как обычно в шоу жертва насмешек я что происходит вообще и если бы не этот балбес все бы получилось ладно тоха забей разыграть тебя хотели как видишь неудачно еще как удачно я уже был готов принять удар если бы не прозвучали бешкина слова скажу честно у вас получилось с облегчением выдохнув я я расслабил грудную клетку но видишь ромыч ничего не испортил на зря ты брата отказался на дело твое топай в школу если так важно только не пожалей об этом потом увидимся на школу надо ходить рома и бяша ушли снова оставив меня одного их ребячество серьезно напугало меня интересно в какое дело они меня хотели впутать нет уж я им так и так благодарен за помощь семеном на поводу у них ходить не хочу тимон бабулин кто не знает но это в предыдущей серии был в части обдумав произошедшие я понял что уже сильно опаздывал школу надо торопиться ну это кстати этот по моему из первого эпизода который зайчей губой который мы так и не смогли а там как-то надо было короче с ним пообщаться побольше за заметить его черты лица его можно было нарисовать на фотороботе и всем другая бы развязка была но у нас не получилось но вот так а вот и школа в очередной раз приходя сюда и испытываю одни и те же чувства уныние безысходность радует только отсутствие семена и уверенность в том что я не могу получить очередной случайный подзатыльный или плевок в тетрадку тут ничего не выбирается за кроме эту просто в оригинальной версии а можно этот подозритель мужчина который расшивается возле школы интересно что он здесь забыл смотри-ка ты тык а вон глазик появляется только ничего не появляется типа вот этот глазик справа он должен на эту машину постоянно паркует у школы он должен подсвечиваться и показывать что с чем можно взаимодействовать возможно она принадлежит кому-то из учителей это типа мне показывает что можно еще что-то посмотреть или что а нет подсвечивает смотри о жулька ты тоже учиться пришла все видишь больше не появляется вот здесь вот 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 там вот вот там нету больше глазика то есть можно идти спокойно окей хорошо в предыдущей версии игры мы это не смогли там пару пару ачивок сделать потому что не все посмотрели но невнимателенная была вы не подсказывать в комментариях его переиграл зайдя в школу я снял верхнюю одежду и повесил ее на крючок переодевшись и поднявшись наверх я вдруг в отражении окна увидел свой устал и измученный вид также все таки сложно сосредоточиться на учебе когда с одной стороны тебя поднимают хулиганы а с другой дети в масках животных так это кто там а я не раз а там семён и еще какой-то парень я не помню как я злой а вот и нужны мне кабинет в груди волнение сплелось со страхом плотной паутины путав легкие мешая сделать нормальный живой вдох а может пойти домой и сюда мой я в школу пришел их чудо я их все обратно идти ладно хорошо я готов а там а это я в школу захожу опять опоздал здравствуйте что происходит я шлялся петров не помню вообще как учителя озвучивали и дав что-либо сказать лили павла тут же задала резкий вопрос и извините за опоздание я проспал следующий раз разговар у меня делаешься быстро садись и доставай учебники а катюха вот катюха а что такое а это вот так работает теперь я мышкой выжу туда-сюда всем за парту я вытащил из-за рюкзака учебник литературы и положил его на парт глаза то и дело норовили посмотреть на полину а депо линка кстати где полина вот полина вот это полина короче вот это полина а это катюха это путь уху смогу ли я подойти к ней после урока надеюсь у меня хватит смелость начнем урок петров раз опоздал будешь отвечать на вопросы если прекрасном резко обрубила классно руководительниц ее слова словно клешни выхватили меня и поставили перед тем классом да хорошо я прочитаю тебе эпиграф а ты назовешь произведение которым он принадлежит случается нередко нам и труд и мудрость видеть там где стоит только догадаться за дело просто взяться либо программа эта школа слишком отстала либо я умен не по годам это басня называется ларчик назови автора басни в каком году она была написана это ведь любой знает басню написал крыло в 1807 году или полно удивленно посмотрел на меня и сделала какие-то пометки в журнале за чего снова обратилась пятерку ты заработал петров но за опоздание ставлю 4 а вот это не честно ну мало ли чем я опоздал вот я же правильно ответил все ну я правильно ответил на все вопросы что за что это же не справедливо вот я говорил это не справедливо честная пятерка есть возражение петров ладно с ней спорить бесполезно таки до тройки опущусь нет лилия павловна обижена ответив я тело прислонил руку к лицу из головы никак не выходило предложение от рома но глия упустил отказав кстати вот не знаю да много ли я упустил отказав ему по все это по вашим советам вы же сказали вы же стали не ходи с ними тут интереснее будет но возможно мы бы не пошли в школу пошли бы по лесу нашли бы алису и медведи нас бы все съели мы бы умерли проиграли а тут типа мы пришли в школу сейчас будет вся развязка ромка ведь говорил о том что это ради общего блага пути трудно в это поверить может быть если бы я показал себя храбрецом полина бы стало лучше ко мне относиться девочкам же нравится плохие парни но точно не полине она другая не такая как остальные девочки она родственная душа я уже знаю что смогу обсудить не почти любую тему интересно чем она увлекается помимо игры на скрипке приберегу-ка я этот вопрос для разговора с ней больше ничего посмотреть нельзя хорошо авдеева но пока а хорошо авдеева но пока ставлю точку в журнал не при если принесешь домашнюю работу вечером выставлю пятерку ты там без меня уже кого-то проверяет или полна глядела классы что-то снова отметил в журнале так дети сегодня ответы более-менее хоть 4 4 а хоть четвертые будет за что ставить ой звонок ура зазвенел звонок готовьтесь к следующему предмету урок окончен или полна открыла другую страницу журнала начала что-то писать везло что я пришел под конец урока а так ты под конец урока пришел тогда колечко эти пятерка нет ну ладно опоздал ты на пять минут на урок но если к самому концу пришел типа ответил один вопрос то нет тогда заслужить низко тогда это действительно заслуженная четверка и нормальные не выпендривайся антоха и что дома я не успел даже перекусить перед уходом пойду попью воды что ли чтобы живот не так сильно урчал горячая вода надо пить горячая вода утоляет жажду хорошо уже находясь коридоре я услышал быстрые шаги наносящиеся из класса антон постой по моему насколько я помпали на разговаривал примерно так же как алиса потому что были эти даже теории заговоров что на леса это есть полина катюха это там еще кто-то я не помню кстати говорят что катина много лучше полины я не я хочу спросить вас почему чем катя так заслужила вашу любовь и одобрение в отличие от полины катюха она настроила катюха на к это злая была как за катюху ромка впрягался нас чуть не она вспырнула в плечо по он насколько я помню на основном прохождении а полинка нормально адекватно и и на увидел только как дедушку и собаки загрызли немножечко моху может кукухой тронулась но в целом она нам рассказывал всякие интересные истории антон постой это полина я был невероятно рад ее увидеть правда первый ко мне подошла она снова привет я не помешала тебе как полина вообще может помешать нет все хорошо я ничем не занят сейчас просто ты выходил из класса такой задумчивый и серьезный но я и подумала что ты размышляешь о чем-то важном да нет нет все нормально я тут узнать хотела это правда что на тебя напали в лесу вопрос оказался крайне неожиданным я думал что об этом никто не знает хотя на что я надеялся поселок маленькие слухи быстро распространяются не желая особо вдаваться в подробности я отвел глаза в сторону отмахнулся да но ничего такого вот видишь даже синяков нет антоша надо было тебе идти со мной кстати дамы а я кстати помню как мы еще играли мы отказались идти с полинкой по моему и пошли с алиса или наоборот мы отказались потому что после уроков алис сказал ты придешь и полин сказал приходи я не помню короче очень не помню если помните пишите комментарий как у нас было их а потом пересмотрю 44 эпизод выходит поэтому надо будет все равно пересмотреть все три предыдущих прохождения чтобы понять хотя в суть дела влиться и продолжить эту секунду меня вдруг стало как-то неловко за то что в то что же что в тот школьный день я бросил полин одну полин извини и что я тогда ушел ничего не сказав и я просто вспомнил что мама попросила побыстрее вернуться домой ничего страшного я не обижаюсь алина поправила волосы внимательно смелила меня взглядом знаешь антон мне так нравится когда ты погружаешься свои мысли это будто ходячая книга не пойми неправильно ходячая книга это как ну ты видишь мир не так как все остальные как это связано с книгой а по твоим взгляду видно что ты даже в обычной парте сможете что-то особенное вот дайте ведь чистый белый листок я просто уверена что ты сможешь по этому листочку написать огромное интересное сочинение будто ты пересказываешь кому-то свои мысли переживания чувства будто кто-то читает тебя как книгу ножки побежали по телу как я могу перестать кому-то свой как я могу пересказать кому-то свои мысли не произнеся при этом ни слова вот о чем ты сейчас думаешь на тебе но на тебе честно отвечать не очень хотелось надо что-то придумать но скажи тебе ну девочки любит такое когда к ним прям вот прямо говоришь блин давай дружить люблю тебя поехали понеслась вот и цветы шоколад пошли гулять и я вчера ужастик смотрел там спутница главного героя мерла жалко я была живет антон просто гениальный подкат ну это что такое то я тебя учил три серии три сезона как нужно подкатать девчонками ты ничего не научился пожалуйста только не спрашивай название только не спрашивай название он врет ты смотришь фильм ужасов взгляде полины появилось явное удивление ну да посматриваю иногда что я нашла человека которому тоже нравится такие фильмы я чуть не поперкнулся алина любит ужастики многие боятся их смотреть на меня если честно не успокаивают алину успокаивают страдания людей а по тебе и не скажешь каждого человека и свои секретики не ожидав такого от полины где это зайдем на всякий случай аж даже название придумал кселе не ожидав такого от полины я сам не заметил к сделал небольшой шаг назад и мой секрет знаешь рассказывай теперь свой мое удивление медленно переросло в тревогу я снял очки делаю вид что протираю их и думаю чтобы ответить и когда моя непоколебимая уверенность в приятности нашего общения сменил с непонятным чувством опасности в полине не было ничего угрожающего но вот ее слова дали повод вспомнить ночной кошмар все еще не надевая очки я взглянул на полину это лицо и стесняйся об этом никто не узнает а какие секреты у меня да я вижу лису я вижу сову у меня глюки вот это интересно дайте-ка я сохранюсь на всякий случай вот так вот сделаю так ну на самом деле ну то что ну смотреть мультики со своей сестрой это не секрет это мне кажется все делают но все дети заботятся о младших сестрых братьях но я тоже с братом в детстве смотрел мультики всегда я сейчас смотрю мультики уже здесь брата вассал а вот а у меня есть подруга в костюме лисы это на самом деле очень секретно это я думаю ей понравится то есть это она подумает это бредом у меня есть подруга в костюме лисы у меня есть одна подруга сразу говорили со потому что сейчас начнет думать что ты не ее подруга лена внимательно посмотрел на меня а я говорю надо сразу заканчивать предложение она хорошая но местами странная ее зовут алиса точнее так я ее даже запишу в горле но и почему же она странная она одевается в костюм рыжей лисы и я даже лица я не видел алина насторожилась я дошла антон это очень очень плохой знак дедушка рассказывал мне о том что к людям приходили дети в костюмах животных после чего те пропадали сети да она рассказывал про местного кого-то шамана или каких-то племена которые одевались животными и что на этих землях они когда-то жили и тут были какие-то вот эти ритуальные демонские штучки на это было в основной игре до сих пор не известно что дети делают с ними но ясно одно их поглощает лес ты хочешь сказать что пропавшие дети вместо того чтобы идти домой нарядились в костюмы и пошли пугать прохожих а старался хорохориться но животное чувство называемая страх все сильнее начинало одолевать мной да это может звучать глупо но советую тебе избегать этих животных но алиса никогда не причиняла мне зла она и не должна это делать ее цель завлечь привести тебя в лес а как раз это со мной случилось ты о чем я расскажу тебе но пообещай что это танец и между нами конечно ты можешь мне доверять никто не узнает я ушел тогда от тебя не потому что меня попросила мама это была алиса мы встретились как она выразилась повешенного так и что дальше я кстати помню что дальше был мы начали играть я напоминаю это между вторым и третьим эпизодом поэтому здесь не было концовки 3 было весело мы бегали кидались друг друга снежками насчитывая попадание потом незаметно для меня мы свернули в лес и сопряталась за деревьями но в один момент я нашел не алису варежку он нашел по моему до кровавую хулиганы хулиганы но это кто знает тот знает отсылочка откуда там тот человек с большим таким шапки ушатки хулиганы алиса словно ушла подло сбежала они окружили меня и начали избивать а это про семена окей прямо во время драки я услышал голос леса его холодный шепот пронизывал заставлял сопротивляться издевательства бабурина лес сказал мне как его звали одноклассники из прошлой школы свинья алина с грустным выражением лица принялась слушать дальше ярость и злость овладели мной я морально надавил на сему а потом со всей силы ударил его по лицу что остальные хулиганы ужас интересно спросила полина не поверишь они впрягли за меня но не все было так хорошо бабурина успел скачать и сорвать маячки однако ромка с бяшкой осадили его избили лежачего рома это в его стиле ты с ним знакома да этот идиот клеится ко мне как банный лист рома клеится к полине а ты что не хочу я дружить хулиганами запах табака вообще не переношу словах полины прозвучало явное отвращение она недовольно мотнула головой затем снова продолжила говорить своим привычным голосом тоже неплохая картинка ладно антош скоро урок начнется пора заходить в класс на следующий переменки да расскажешь хорошо да конечно странная дружба полина улыбнулся зашла в кабинет достижения а здесь какого-то достижения не было серьезно что-то пропустил или не вот так вот идут неужели я смогу узнать ее получше не зря все-таки не пошел с ромкой бяшей на продолжим урок сейчас математика следующий урок обещал быть невероятно скучным особенно по этой многоопережающей школьной программе тех за парту я достал учебник русского и принялся бесцельно листать страниц что-либо записывать интереса не было тем если были заняты полиной и утренней стычкой хорошо уж он опять звонок все русский кончился как только прозвенел звонок и сразу же вышел из класса с нетерпением ожидая продолжение разговора с полиной так петров срочно придумывайте на темах для разговора у нас же есть уже тема она же тебе сказал да расскажешь приветик еще раз так петров ничего не придумал импровизируй приветик а этот урок был таким скучным кстати ты случайно не знаешь где рома и его прихвости ты пробежь у да он мне никогда не нравился крутился хвостиком поддакивает постоянно на а это она сказала крутился хвостик поддакивает постоянно а без ромки ничего сам сделать не может почему полине интересен где сейчас ром я и сам не знаю холодно ответил я опустив глаза а зачем они тебе просто хотел удостовериться что сегодня их не увижу алина что-то не договаривает тоже мне тут но помощь нужна недалеко прям в кабинете музыки обвините музыки я же не умею играть какая помощь на и стороны могла понадобиться но так или иначе имели я сейчас право отказать да давай помогу отлично пойдем это медленно ходишь антоши бежать надо за любовью за полиной вот нам сюда бутылка протекает что-то еще алина легким взмахом руки распахнула дверь и бодро прошла внутрь я же чуть менее решительно шагну за ней нотный стан там написано кстати еще и женщине был в этом кабинете до становившись дверях я стал осматриваться а я здесь впервые продолжая изучать стены и портреты высящие на них я заметил стертые записи сделаны на доске я тяжело запомнить эти ноты достаточно не лениться и не пропускать уроки сольфеджио там все предельно просто это сложно кстати не надо это сложно а что хочешь научиться играть на музыкальных инструментах гитара кстати спросив это лицо полина озарилась еще более светлой улыбкой что заставило меня задуматься умение играть на музыкальном инструменте это ведь круто особенно на пианино не 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 на гитаре надо играть на на улицу костра там ты любит 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 все девчонки твои могли бы вместе с полиной сочинять свою музыку я поиграл на пианино она на скрипке вместе мы поездили по разным странам выступали родители нами гордились бы было бы неплохо научиться а какие инструменты тебе нравятся думаю пианино ходить и пугать а ты знал что пианино отлично дополняет скрипку их ими ласковым голосом спросила полина что я нажал это что я нажал а тут можно вот так вот на мышке пропускать об отматывать обратно сцены окей в натуре можно все скроллером делать а я все тыкал мышкой приятные мурашки побежали по всему телу вместе они отлично звучат и абсолютно прав антоша не нравится когда она меня так называют это прекрасное сочетание полина слова сами вырвались из уст щеки загорелись улич участился и сама уже душа ожидал интригующего продолжения ее глаза заставляли дыхание замирать они словно гипнотизировали облащали ее ласковый голос вот это кстати тоже неплохо определенно и глазка очень ласковый голос у нее вот это вот эта новость я и без понятия как алина ты тут по моему как-то так от неожиданности полина быстро отпрыгнул от меня в сторону только не до катя черт я побери вот ли где с этим изгоем дружбу водишь блин а как и из-за каких изучу что хочу сказать ромочкам а лучший вариант будет на выбирать тебе конечно же а ромочка я пойму да и ухаживает он за тобой явно лучше чем этот очкарик ром ухаживать за полиной хотя мы просто общались али . я не слепая и видела как вы тут чуть ли не целовались роме будет очень неприятно узнать что его девушка целуется с каким-то неудачником я зло сжал кулаки однако слова смирновой были настолько же противны сколько интересны катя можешь выйти из кабинета и оставить уже на спокоя ах полиночка променяла свою подругу на неудачника интересно неудачник у которого завтра появится синяки по всему телу в лучшем случае да 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 а точно аж говорил так да 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 ой у него такой голос был да 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 точно посмотрев на полину впервые увидел ее разгнева на лицо заткнись жалкая сплетница даже так ну давай покажи на что ты способна подружка как старый добрый давай давай не желая даже представлять все это сейчас может вылиться я шагнул катя ты слышала что тебе сказали неистовая злоба закипела в моих жилах будто насмехать над сдержанностью звали отсюда смелости набрался я смотрю царю к тебе это не сойдет антоша я сказал тебе свалить отсюда смирнова я со разборки валолете поправив воротник к теме надмены нет неторопливо вышла из класса перед этим бросил взгляд на полину он был как всегда решителен однако проблески беспокойства говорили о выигранной битвы жаль что эта битва начала войны у хантоша мы были слишком грубой с ней не думаю что ласковые слова повлияли бы на нее также сильно как грубая это я виновата что стало такой глазах полина выступили слезы что она имела ввиду почему ладно неважно забудь антон возьми пожалуйста вот ту стопку нотных тетради который лежит на стуле да сейчас я поднял я поднял на руки большую стопку тетради алина же взяла скрипку лежащую на пианино в углу кабинета и расстроенные мокрые глаза не давали мне покоя нужно как-то утешить ее однако что-то удерживало меня мешало подойти к ней пойдем и дожидаясь меня полина быстро ушла из кабинета что я за тряпка то так и не смог ее успокоить какой я мужчина после этого лишь мальчик а можно посмотреть в кабинете что-нибудь а кстати очень удобно сцена меняется а вот на этом мы скорее всего и закончим как раз чтобы следующей серии продолжить а вы пишите свои теории заговоры интересные как говорится теории до серии продолжим пока подписывайся на канал ставь лайк коментируй нажимай на колокольчик обязательно подписывайся на все соцсети ссылочки внизу описание снизу приведи друзей подруг на канал пиши в комментарии со игрушкой для прохождения самое интересное мы обязательно пройдем залетать там в телегу в дискорд и конечно в группу вконтакте все ребят с вами был бояра канале и пока пока